Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о весеннем уходе за хвойными. Наступила весна, и мы, с сожалению, видим повреждения, которые нанесла зима нашим любимым елочкам, туйкам, кипарисовикам. Ну, естественно, лучший способ ухаживать за хвойными, за вот этими повреждениями, как избежать их, это предупреждение. Но сейчас мы не можем отмотать время назад и провести полноценный влагозарядковый полив перед зимовкой этих растений. Не можем провести притянку, которую мы не выполнили своевременно в зимнее время. Сейчас наша задача помочь нашим растениям восстановиться. Кто чаще всего страдает от солнечных повреждений? Ну, дело в том, что часто вообще садоводы считают, что елка замерзла или туйка замерзла. Ребята, это неправда. Они не замерзают. Это не морозные повреждения. Это повреждения, которые наносятся солнцем. Каков механизм вот этих повреждений? Дело в том, что большинство из этих растений, поскольку они являются вечно зелеными, листва у них функционируют практически круглогодично, ведет фотосинтез, а корни находятся у нас в замерзшей земле. Если при выращивании на участке вы замечаете, что с какой-то стороны у вас весною хвоя каких-то растений буреет, чаще всего это связано с тем, что хвоя, во-первых, была недостаточно обеспечена влагой на протяжении зимы. Солнце освещало чаще всего с этой стороны наше растение более продолжительное время. Но если посмотреть по экспозиции, чаще всего страдают стороны растений, развернутые на юго-запад, на запад, то есть там, где солнце светит более продолжительное время и нагревают до больших температур. А корни, как правило, в этот момент не справляются с подачей влаги и происходит вот такой момент. Если зимой, своевременно, приблизительно с середины февраля производить притенку вот этой экспозиции, выставляя ивовые маты, либо соломенные маты, можно использовать тонкий спонбон для этой притенки. То весной, конечно, мы можем только лить слезы и помочь нашим растениям справиться. Чаще всего страдают такие растения, как ель канадская форма коническая, сорта ели канадской и другие, например, белобок. Он также очень сильно подвержен подмерзанию. Глаука тоже подмерзает она. Различные сорта кипарисовика лавсона, кипарисовика тупого. Сорта кипарисовика и горохлоплодного также иногда страдают, но не настолько сильно это выражено, поскольку у него хвоя сама по себе мельче и она более сухая изначально сама. Могут страдать сорта туи западной с ювенильной хвоей. Что такое ювенильная хвоя? Это хвоя, которая напоминает иголочки. У взрослого растения туи хвоя чешуевидная, а ювенильная хвоя, она имеет вид именно иголочек. Но какие-то сорта. Это сорт тедди, он часто обгорает на солнце. Также могут подгорать на солнце сорт эрикоидес вересковидный. Могут золотисто-листные туи тоже страдать. И достаточно часто наблюдается вот это весеннее подгорание у свежих посадок из питомников, в которых саженцы туи выращивались по интенсивной технологии. Ну, когда мы покупаем саженцы, мы, конечно, слабо представляем себе, в какой технологии они выращивались. Поэтому, если вы производите посадку живой изгороди, либо просто какую-то посадку туи на участке массовой осенью, желательно в первый год произвести в зимнее время притянку, чтобы избежать весенних повреждений. Побурение хвои в зимнее время у туи не является признаком повреждения. Это просто знак того, что в данный момент функция фотосинтеза снижена, уменьшается количество зеленого пигмента и проступает такая красновато-коричневая окраска хвои, которая типична для туи. Этого недостатка лишен сорт туи западный смарагд. Он так и называется изумруд за то, что он в зимнее время сохраняет нормальную зеленую окраску. Но вот это побурение хвои в зимнее время, это не болезнь, не какая-то проблема. Проблема возникает позже. Проблема возникает, как правило, уже в первые теплые дни, когда стаял снег, мы видим наше повреждение в полном виде. Причем заметить первую стадию повреждения хвойных растений вы можете еще в зимнее время, используя солнцезащитные очки с поляризованными стеклами. Такие поврежденные части хвойных, они будут иметь красноватую окраску. Остальная часть будет зелененькая, а эти будут красноватые. То есть это уже знак того, что срочно надо устанавливать притенку. Наши растения пострадали, как мы можем им помочь? Прежде всего следует учитывать, что растения, у которых повреждена хвоя, нельзя подкармливать в весеннее время. Первое, что мы можем для них сделать, это провести стимуляцию различными стимуляторами роста, которые специально для этого и предназначены. На мой взгляд, неплохой эффект оказывают эпин, циркон, различные стимуляторы роста на основе дрожжей. Если эпин и циркон можно вносить в двух формах, можно вносить в виде внекорневого опрыскивания по кроне, то и также можно вносить его в виде маточного раствора, когда он проливается в грунт, то дрожжевые стимуляторы, действие которых основано на комплексе витаминов, которые вырабатывают, собственно говоря, дрожжи, их вносят, как правило, в виде маточного раствора при поливе. Если мы используем стимуляторы роста в тот момент, когда мы обнаружили первое повреждение и еще грунт на нашем участке полностью не оттаял, то, конечно, лучше использовать те стимуляторы, которые можно применять в виде опрыскивания. Когда грунт растаял, когда мы видим, что уже, в принципе, пошло движение, сокодвижение в растениях, тогда можно применять и маточные растворы. Еще одним моментом качественного ухода за хвойными растениями является уход за внутренней частью кроны. Наверняка, когда вы выращиваете туи, кипарисовики, можжевельники продолжительное время на одном участке, вы обнаруживаете, что внутри кроны появляется огромное количество таких бурых засохших веточек. Это не болезнь, это не смертельное заболевание, то есть это ничего страшного не происходит вообще на самом деле. Для чешуйчатых хвойных семейства кипарисовые, такие как можжевельники, туи, кипарисовики, кипарисы, для них характерно не падение единичной хвои, как у сосновых, а падение веточками, веткопад. И те части кроны, которые не освещаются солнечным светом, они постепенно отмирают, внутри происходит как бы опадение вот этих веточек, которые выполнили свою функцию. Естественно, они особого вреда при нормальных условиях не наносят, но они создают благоприятные условия для того, чтобы там разводились какие-то насекомые вредители, для того, чтобы там были благоприятные условия для зимовки вредителей с других растений. Поэтому лучше, конечно, ранней весною пройти и хорошенько потрясти кроны своих хвойных растений. Как правило, эти веточки, они эффективно высыпаются изнутри, их просто можно потом убрать и сжечь, потому что в компосте они очень плохо перегнивают. Какой еще момент? После зимы мы можем отметить на некоторых хвойных повреждения коры, так называемые морозобоины. Вот это действительно морозные повреждения. Чаще всего они появляются у растений, которые были перекормлены азотными удобрениями в предыдущем году. Хотя иногда это никак не связано с подкормками. Иногда это бывает просто особенностью растения, которое имеет достаточно редкую крону. И вот в эти просветы в кроне солнце в зимнее время освещает гладкую кору. Это чаще всего у туи западные отмечается, отмечается у Капариси Виколавсона, у него есть сорта такие достаточно редкокронные. Что мы можем сделать с вот этой морозобоиной? Как она выглядит в виде такой трещины продольной вдоль ствола? И чаще всего в тот момент, когда мы обнаруживаем, кора вот эта начинает уже разворачиваться наружу от этой трещины. В тот момент, когда это произошло, еще не поздно все поправить. Мы обрезаем вот эту кору, которая растрескалась. Если растрескивание произошло уже достаточно давно и она развернулась, если кора только начинает разворачиваться, ее можно просто приложить назад на рану, нанести садовый вар и обмотать ствол в этом месте пленкой эластичной. Хорошо для этой цели подходит пищевая пленка. Она хорошо растягивается. В конце сезона мы в этом месте снимаем пленку и на следующую зимовку обязательно в этом месте желательно нанести хотя бы немножко побелки, чтобы не происходило растрескивание в дальнейшем. Если у нас кора треснула и нам пришлось удалить часть этой коры, мы смазываем нашу ранку садовым варом. Можно использовать садовый вар с фунгицидами, хотя для хвойных это не так обязательно, поскольку сама смола является дезинфицирующим средством. Она препятствует заражению растения различными грибами. И также наносится защитная повязка из эластичной пленки, которая снимается в конце вегетативного сезона осенью. Если же мы видим, что наши растения перезимовали хорошо, на них нет ни морозобои, ни солнечных ожогов после зимы, но нам хочется стимулировать их рост, то естественно весенним приемом является подкормка. Но дело в том, что на самом деле большинство хвойных не нуждается в большом количестве минерального питания. Если на вашем участке не совершенно голый песок, не совершенно легкая и спущенная почва, и хвойные, в принципе, они на таких почвах растут достаточно хорошо сами по себе, поскольку родины большинства из них и природными местобитаниями являются места с достаточно небольшим слоем плодородным и не очень они удобны для проживания. Та же туя западная происходит из гор Северной Америки, гель канадская, это тоже горное растение, кипарисовик растет на каменистых склонах, можжевельники, ну, собственно говоря, вы наверняка все видели обыкновенный можжевельник в лесу, который растет по бедным песчаным почвам, ну и, в принципе, сильного питания эти растения не требуют. Но иногда мы видим, что растения можно было бы немножко простимулировать, тогда применяются подкормки. Ну, что лучше использовать в качестве подкормки ранней весной? Прежде всего, это азотные удобрения в аммонийной форме. Их используют в тот момент, когда у нас еще земля холодная. Если температура почвы не достигла 5 градусов, нитратные формы азота в почве не работают. Работает только аммонийная форма азотных удобрений. К ним относятся нитрат аммония, сульфат аммония, аммиачная вода или нашатырный спирт. Ну, вот аммиачную воду я бы не рекомендовала вообще для хвойных. Для хвойных содержание азота в ней очень большое и легко растение обжечь и перекормить. Эта форма удобрения лучше подходит для культур с высокими потребностями в азоте. А для хвойных все-таки лучше использовать аммиачную селитру, либо сульфат аммония. Сульфат аммония даже предпочтительнее, поскольку он частично закисляет почву. И хвойные в большинстве своем, за исключением тислоягодного, предпочитают именно слабокислые и кислые почвы. По объемам подкормок применяются удобрения в минимальных дозах, которые рекомендованы производителям. Это будут дозы для плодовых растений. Поскольку избыток азота в почве, он способен излишне стимулировать наши хвойные растения и вызывать в последующем худшие условия зимовки на следующий год. Поэтому не стоит избыточно кормить хвойные растения. Чуть позже, когда уже вы видите, что начинается рост хвойных, когда начинают распускаться на них почки, можно подкормить раствором золы, который является комплексным удобрением, который содержит в большом количестве калий и фосфора. Азота в нем нету, но для нормального летнего развития хвойных лучше его и не использовать азот. Если есть такая необходимость, можно использовать любое комплексное удобрение, если вы видите, что ваши растения растут медленно. Но, кстати, далеко не всегда медленный рост растений связан с недостатком питания. Очень часто хвойные растения, особенно туи западные, сосны, повреждаются их корни личинками майских хрущей. Если вы вдруг видите, что растение у вас в предыдущем сезоне росло хорошо, красиво, и на следующий год оно почему-то вдруг резко начинает тормозить в росте, на нем желтеет хвоя в летний сезон, уже не весною, то следует проверить наличие хрущей в приствольном круге. Если растение не очень большое, нужно попытаться его выкопать и осмотреть внимательно корни. Очень часто вы можете обнаружить именно повреждения майскими хрущами. Личинки майского хруща наверняка вы все видели. Бороться с ними достаточно сложно. Что еще из важных моментов ухода за хвойными весною? Естественно, проводится минимальная санитарная обрезка, при которой мы удаляем ветви, очень сильно поврежденные солнечными ожогами, подрезаем ветки, которые находятся внутри кроны и которые теряют способность к питанию. Если у нас сформированы в саду из хвойных растений садовые бонсай и неваки, то, естественно, тоже весной мы видим хорошо всю форму кроны и удаляем те побеги, которые нас не устраивают в своем росте. Формирующая обрезка, особенно на изгородях из хвойных растений, либо фигурная стрижка тех же твой, они производятся несколько позже, в тот момент, когда наши хвойные начинают активно расти. И это, как правило, происходит уже в начале лета. Формирующая обрезка на хвойных выполняется обычно не раньше конца мая. Вообще, на самом деле, лучше ее производить даже в середине июня, в конце июня месяца, когда мы уже полностью завершили формирование и можем стричь. Надеюсь, мой рассказ по уходу за хвойными оказался для вас полезным. Если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, буду рада ответить на них. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!